МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существующая практика на сегодня допускает применение специальных аппаратов для длительного поддержания жизненных функций многих палеотивных больных. И совсем непонятно, почему эта фраза исключена сегодня из закона. Соответственно, это может вызвать некоторые сложности интерпретации ряда тяжелых состояний. В законопроекте не нашел отражения и часто обсуждаемый и критикуемый принцип экстерриториальности, то есть необходимости оказания палеотивной медицинской помощи, независимо от места проживания гражданина. Это невозможно, конечно, реализовать в рамках 323-го закона, но то, что предлагает правительство в виде горизонтальных субсидий, может быть реализовано не ранее, чем через год. То есть в течение года опять будут сложности с оказанием палеотивной помощи, если человек проживает за пределами, скажем так, своего региона. И, соответственно, бюджет той или иной области, того или иного края или республики не может компенсировать за приезжего человека вот эту стоимость оказания палеотивной медицинской помощи. Кроме того, сегодня будет рассмотрен в первом чтении законопроекты, связанные с корпорацией Росатом, которые дают право корпорации Росатом проводить экспертизу проектной документации и изыскание инженерных при расположении и проектировании объектов за пределами территории Российской Федерации. На наш взгляд, очень важное нововведение, которое позволит закрыть отсутствие законодательного регулирования в случае выполнения иностранных заказов. Фракция не поддержит еще один законопроект, который предполагает передать в частно-государственное партнерство объекты культурного наследия. Долгое время объекты культурного наследия федерального и регионального значения были за рамками действия закона ОГЧП и, соответственно, муниципального частного партнерства. Сейчас предлагается передавать их, пускай в неудовлетворительном состоянии, но предполагается передавать их в собственность, что, на наш взгляд, может поставить под угрозу и существование этих объектов, и, естественно, допуск к ним граждан. Ну и сегодня же фракция КПРФ планирует внести протокольное поручение, связанное с весьма неприятной, на наш взгляд, сложной ситуацией, которая сегодня сложилась с обеспечением населения жиженным бытовым газом. В конце прошлого года, в ноябре 2018 года, было принято постановление правительства 1442, которым фактически отменено регулирование фиксированных цен на оптовую торговлю жиженным газом для населения. То есть для федерального уровня, для оптового регулирования эта мера отменена, а для розницы она осталась. И регионы сегодня устанавливают соответствующие цены на жиженный газ для населения. И получилось так, что сегодня оптовая цена, после того, как регулирование было отменено, стала превышать розничную цену. И вот, например, в моей родной Ульяновской области та цена, которую устанавливает правительство для населения на жиженный газ, составляет 605 рублей за 50 литров, а та цена, по которой сегодня предполагается покупать или закупать этот газ, составляет 900 рублей за эти же самые 50 литров. Вы сами понимаете, что в этих условиях те организации, которые должны были поставлять газ населению, отказываются это делать. Эта ситуация сегодня затрагивает не только Ульяновскую область, но и множество других регионов. В этом положении есть два только выхода. Первый выход у регионов. Первый выход – это резко повышать розничную цену для населения, что, естественно, невозможно в рамках действующего законодательства, с одной стороны, с другой стороны, вызовет массовые протесты населения, потому что рост сразу на 40-50 процентов, это весьма чувствительный, ударит по карманам наших граждан. Либо второй вариант – компенсировать выпадающие доходы из наших нищих региональных бюджетов. Это тоже не выход, учитывая, что бюджеты уже сверстаны, и этих дополнительных средств фактически сегодня нет. Мы надеемся сегодня обратиться, точнее, планируем сегодня обратиться к правительству Российской Федерации, чтобы нам была доведена через профильный комитет соответствующая информация, ну и те меры, которые правительство Российской Федерации планирует предпринять для того, чтобы эту острую ситуацию, которая касается миллионов наших граждан, разрешить. Завтра, 20 февраля, состоится очередное ежегодное послание президента Российской Федерации в Федеральном собрании, в котором, как всегда, будут заявлены стратегические основы развития нашего государства. Это послание будет проходить на фоне падения рейтинга президента, правительства, председателя правительства, партии «Единая Россия», института власти. Желание услышать, прежде всего, население посланий президента – это касаемо социального и экономического развития нашего государства, а также, какую ответственность несет правительство перед гражданами Российской Федерации. В прошлом году социологическое исследование, проведенное Левада-центром, показало, что наше население больше всего боится, пугается реформирование системы здравоохранения, образования, социальной сферы и экономики. Их не удовлетворяет ситуация в этих сферах. Поэтому те обращения и те письма, которые поступают ко мне, как депутату избранному от Дальнего Востока и в нашу фракцию, они как раз и перекликаются с теми опасениями, которые волнуют наших граждан. Первое – это 258 тысяч детей-сирот, не обеспеченных жильем. В соответствии с федеральным законом 159 граждане, которые причислены к детям-сиротам, обязаны за счет региональных властей получать данное жилье. Но 166 тысяч детей, которым исполнилось уже 23 года и более, не имеют никакого жилья, а это обязанность государства. Не обеспечены также сертификатами люди, выезжающие из районов Крайнего Севера. Очередь составляет 444 тысячи человек. Это прямая обязанность государства. Федеральным бюджетом выделяется ежегодно чуть более 5 миллиардов рублей, что дает обеспечить только 4 тысячи граждан, желающих выехать из районов Крайнего Севера. И не так давно счетная палата и Министерство жилищно-коммунального хозяйства проводило обследование этой ситуации. И было сказано, что чтобы реализовать данное положение, требуется не менее 400 миллиардов рублей в год. Ежегодно в своем послании президент упоминает развитие Дальнего Востока. Я как представитель Дальнего Востока могу сказать, что большому сожалению, те огромные задачи и те проекты, реализуемые правительством, президентом, достаточно серьезно буксуют. Это прежде всего сказывается на настроении населения. Минус 17 тысяч уехало с Дальнего Востока в 2017 году. За 9 месяцев 2018 года уехало более 14 тысяч человек. То есть тенденция налицо. Отсутствие, прежде всего, газа на Дальнем Востоке. Здесь вообще тема газификации Дальнего Востока очень серьезно пробуксовывает. 13% территории Дальнего Востока вообще только газифицировано. Если брать в целом газификацию по Российской Федерации, то данная цифра составляет 67%. И это прежде всего в нарушении указов президента, тогда еще Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорил, что к 2015 году весь Дальний Восток, даже самые маленькие населенные пункты будут иметь газ. И вот эти вот все проблемы, с которыми сталкивается наше население, хотелось бы, чтобы в своем выступлении отразил и президент Российской Федерации, дал оценку правительству Российской Федерации по той ситуации, в которой сложилась, находится экономика Российской Федерации. Чтобы изменить это положение, прежде всего нужно отказаться от строительства феодализма в Российской Федерации. И нужно набраться силы воли и применить и использовать программу КПРФ, программу по возрождению экономики и духовности в нашей стране. Тогда мы будем сильны именно на международной арене и внутри нашей страны.